Всем привет! Сегодня я последние полгода занимаюсь вариативными шрифтами очень плотно и делаю их не только насыщенными, но и разными по рисунку. Это весело. Не всегда хватает идеи о том, как эти вариативные шрифты использовать. То есть это гигантская технология, которая спустя два года после появления наконец-то начала поддерживаться почти всеми браузерами и очень скоро перейдет на приложение. Но, короче, это круто, потому что вариативные шрифты позволяют без искажения контура делать крутую типографику, а обычная типографика обычно позволяет делать вот такую исказительную типографику. То есть сперва перед тем, как начнем говорить про вариативку, чуть-чуть такой экскурс в историю. То есть доисторическая эпоха до 1996 года, когда веб уже был, но он был еще немного дяжел. Потом был такой небольшой период оттепели, к нам пришли Microsoft шрифты. Кроме Microsoft шрифтов мы ничем не пользовались более. Естественно, ни о каких широких градациях начертаний говорить бессмысленно. Хорошей хинтовки тоже, потому что у нас есть низкоразрешенные экраны и в целом было грустно. Но пришел 2010, очень классный год. У нас появились книги по веб-типографике. Веб-типографика стала подражать журнальной. То есть из просто передачи информации и просто сборников мыслей веб начал переходить что-то эстетически приятное. Да, и последние вот лет семь-восемь эта история развивается. И сейчас веб даже местами перегоняет возможности бумаги, и это круто. Относительно шрифтов, очень крутым введением вот прошлые семь лет это появление всевозможных рентофондов. То есть возможности не покупать шрифт, просто взять его в аренду, воспользоваться у себя на сайте. И какое-то время чисто визуально это был дикий всплеск адища, ну потому что все пользовались всеми шрифтами, которыми только можно. То есть вместо десяти с комикс-сансом у тебя появилось 250 шрифтов нового рисунка, и ты должен их все вставить в свой сайт обязательно. То есть это был ад, но он успокаивается, и это хорошо. Но в 2016 году появился OpenType 1.8. Вот T1.8, глобальное его изменение, это поддержка вариативных шрифтов. То есть к этому шли очень давно. Технология вариативных шрифтов, скажем так, заложена была еще в начале 90-х мультиплаймастеров. Это немного другая технология воспроизведения, но очень схожа, просто по возможностям хуже и по изготовлению сложнее. И вот T1.8 дали возможность сделать вот такие приятные картинки. То есть вариативные шрифты, я чуть позже расскажу, что это такое в принципе, позволяют в одном шрифтовом файле содержать неопределенное количество, почти бесконечно, там больше 65 тысяч начертаний в одном шрифтовом файле. То есть это дико. То есть вообще в принципе, что такое начертание, да? То есть там всем привычные регулы, талик, болты, болты, талик. И в принципе, этим удобно пользоваться. Чисто с технической стороны зрения верстальщика. Но иногда бывают вот такие истории. На экране, кстати, очень крутые видны верхние сины. И это тоже проблема, кстати, которую вариативными шрифтами можно решать. В чем кайф? 259 шрифтами, именно файлами шрифтовыми, которые будут содержать в себе SIN, FIN, ITALIC, LIGHT, LIGHT, ITALIC, BOLD, BOLD, ITALIC и так далее, просто неудобно. То есть загрузить на сайт 259 шрифтов, загрузить себе в папку шрифтов на Маке 259 шрифтов, после этого передать их кому-нибудь с макетом 259 шрифтов. То есть это дико. Но в 2016 компании Microsoft, Google, Apple и Adobe подарили нам вариативные шрифты снова. И теперь эти 259 шрифтов просто в одном. Это круто. Потому что даже не 259. И сейчас, после вот этого небольшого исторического ввода, подход к типографике. То есть количество экранов за последние десятилетия, количество разрешений, количество экранов, количество плотности пикселей на этих экранах не поддается физическому контролю. То есть ты фактически не знаешь, как именно человек увидит твой макет. То есть ты не можешь этого подразумевать. То есть мы больше не печатаем макеты. Ну, это уходит. То есть у меня там 4S, у кого-нибудь десятка, у нас по-разному показывается один и тот же кегель. То есть нельзя взять линейку, приложить к экрану и сказать, вот слушай, да, вот этот кегель хорош, потому что он там 12 миллиметров на экране. То есть это невозможная передача. То есть и фиксированные решения по факту уходят. То есть мы не можем больше пользоваться какими-то фактически точными, абсолютными значениями. То есть мы уходим на относительность во всей типографике. Да, и мы просто прописываем какие-то параметры, какие-то законы, какие-то принципы, по которым у нас будет создаваться объект. То есть по факту первая переменная, которая появляется в современной вариативной типографике, это размер экрана, то есть размер носителя, на котором будет это показано. Но при этом, что круто, то есть сейчас есть возможность настроить практически все. То есть мы можем настроить привязку колонок к разрешению экрана. Мы можем там даже кегель привязать к этому, отношение к элементам, картинкам. То есть мы типа привязываем все, но мы не можем, не могли до 2016 года менять такие параметры, как x-height шрифта. То есть поднимать, увеличивать высоту строчной буквы у шрифта. Мы не могли до этого менять descender и ascender. То есть не так давно были дикие проблемы с descender и ascender в шрифтах, как они отображаются на разных носителях, разных системах. На macOS у шрифта один интерлинияж, на винде абсолютно другой. С этим можно бороться, используя вариативные шрифты. Это параметр, который можно менять. Это очень классно. Для этого нет необходимости подключать шрифтовика и просить его уменьшить интерлинияж на 1 и 2 на дефолте, для того, чтобы все работало одинаково везде. Поменял, показал, чтобы подключать этот шрифт и все. Даже не то, что поменял, а просто прописал в строке, что используем шрифтами css 844 и все, и он возьмет его. Это классно. И менять мы можем все. Мы можем делать шрифты конденсными, мы можем делать шрифты легче для экранов, где сглаживание стоит дикое и он его ужирняет. То есть мы можем физически уменьшать, изменять вес. Мы можем контролировать величину засечек для мелкого кегля, опять же для веба. То есть там, где у нас есть всего десяток пикселей для того, чтобы показать букву, мы можем выбрать другое начертание, где особенность буквы сохранится. То есть у нас с введением вариативных шрифтов появилась огромная возможность настраивать свою типографику и привязывать эти настройки к изменениям окружающей среды, к изменению контекста. Это круто. И в целом, наверное, очень странно отказываться от опыта типографов, которые 550 лет до нас и даже больше развивали типографику. То есть типографика — это не что-то, что появилось в 2016, 2010, 1996. Даже веб-типографика основывается на работах прошлого. То есть в этом году, кстати, Гутенбергу 550 лет. Это значит, что 550 лет у нас есть набор металлический. Ну, свинцовый. Ну, в принципе, металлический. Поэтому, да, странно отказываться от опыта. До этого, когда была эпоха металлического набора, каждый кегль вырезался отдельно. То есть не было масштабирования 6-го кегля в 36-й. Сейчас у нас есть в лучшем случае шрифты текст и шрифты дисплей для кегля до 14-го и кегля после 14-го, там, до 48-го. Это мало. В каждые 3 миллиметра необходимо производить оптическое изменение, оптическую компенсацию в размере буквы. То есть это не одинакового размера буквы, да, это просто они увеличены. То есть самая правая буква, она в 10 раз меньше, чем самая левая. И не так давно начинали это делать. То есть Мэтью Картер в своих шрифтах менял размер, ну, менял графику буквы в зависимости от кегля, в котором она будет использоваться. Просто эта технология неудобная для воспроизведения оказалась. То есть неудобно пользоваться типографом. То есть шрифтовики могут, типографы не подхватили. То есть вы можете посмотреть на измененные засечки, изменения овалов, изменения контрастов. То есть все эти микроизменения позволяют выглядеть одинаково на разных кеглях. Это было классно. Например, вот здесь псевдо одинаковые надписи. То есть на самом деле это три абсолютно разных по рисунку графики. для решения вот этой истории с оптическим размером в OpenType есть параметр, который просто позволяет работать с оптическим размером как с одним из осей. То есть ты просто можешь привязать, не знаю, ширину экрана, размер кегля к Optical Size и при уменьшении кегля увеличивать Optical Size шрифта. Покажу, например. И самое крутое в этом, что CSS реально поддерживает до 900 показателей осей. То есть в CSS изначально заложили гораздо больше, чем в ней пользуются. То есть я не буду читать стату создателя CSS, но реально круто, что именно это будущее пришло. Одновременно в шрифте находится 900 разных шрифтов. С технической точки зрения происходит примерно вот такая история. То есть при создании файла рисуются пограничные формы контура, после чего точка просто перемещается в пространстве до своих крайних показателей. То есть какими они будут, только создатель руководит этим. То есть как поведет себя точка, куда она двинется и так далее. Но в целом 65 с половиной тысяч возможностей для перемещения точки. В чем кайф и когда эту историю приятно использовать? Кстати, в сегодняшней подготовке не видно ничего. То есть, например, я не знаю, на том экране не очень хорошо видна разница насыщенности этих двух шрифтов. Но в современном иллюстраторе есть такой вот параметр, который позволяет быстро и легко подогнать одну насыщенность под другую. То есть в целом я считаю, что рисунок этих шрифтов выглядит одинаково. То есть я могу попадать при разном размере в одну и ту же линию для того, чтобы сохранялся общий рисунок у всего типографического блока. То есть это здорово. Геп-шрифты дают очень... Вариативные шрифты дают очень плавную анимацию. Просто из-за того, что количество контуров огромное, не возникает проблем отсутствующего кадра в какую-то долю секунды. То есть кадр есть всегда, и скорость этого кадра можно точно так же настроить. То есть в блоке примеров про это будет чуть живее. Но, например, вот эта история... То есть, ну, в принципе, нет никакой проблемы просто включать болт, да, здесь, ну, с точки зрения технологии. Но мягкости просто болт не даст. Ну да, а здесь ты можешь просто дать болт, оставить метрики одинаковыми. То есть и количество... ну, ячейку он займет точно такую же. Просто рисунок меняется. Ну, например, пример просто анимации по ховеру. То есть пока большинство историй, которые здесь можно делать, это влияние на эмоциональном уровне. То есть кроме каких-то технических мелких деталей по выравниванию стэмов, штрихов, массы штрихов, по подходящему уровню наклона шрифта и так далее, вариативные шрифты позволяют создавать очень эмоциональную типографику, которая будет взаимодействовать с пользователем. Это здорово. Здесь, пожалуй, все. Это тоже, ну, антифункция как таковая. То есть здесь нет никакого смысла в изменении вот этих штук, но это просто весело. То есть ребята взяли... То есть в первую очередь вариативная типографика, это должно быть про весело. то есть мы помним, что это до сих пор один и тот же шрифт, изменение которого можно спокойно привязать просто ко времени, то есть без движения. И... на самом деле можно скорость увеличить. То есть, не знаю, мне это классно. То есть вот как раз тот момент, что мессенджеры не могут передать эмоцию, ты улыбаешься, ну, ты можешь передать эмоцию, сарказм, насмешку, все что угодно, только смайликом в конце, ну, либо эмодзи, окей. Но ты можешь, используя один и тот же шрифт, все время просто настроить изменение его для передачи, для тонкой настройки своей эмоции. То есть вот именно вариативные шрифты, это скорее про тонкую настройку и дополнительные надуровни. помимо хорошей технической чистоты макетов, которые с ней возможны. Да далеко не все примеры. Ну, да. Чуть-чуть позже об этом тоже значит. Ну, да, то есть мы меняем кегри, мы меняем длину строки, и мы следим за интерлинияжем, но мы, как уже в самом начале, мы почему-то отпускаем очень многое, многие детали, которые влияют на визуальную составляющую макеты, на его читаемость и на его скорость восприятия. Вот, например, если вернуться к вот этому макету, то есть вот здесь совсем чуть-чуть, вот чисто такая верстальческая история, то есть меня немного раздражает, что заголовок не покрывает второй столбик. То есть не меняя кегля, я просто там, не знаю, дам ему немного расширения и все. То есть в любом случае это лучше, чем изменить межбуквенное расстояние. Это лучше, чем физически деформировать шрифт и дать ему там сто один процент от обычного. То есть эта история именно с изменением метриков, с изменением ширин букв, некоторых букв можно использовать для создания абсолютно ровного набора с выключкой по формату. То есть сейчас выключка по формату выглядит ужасно, да? То есть это история с колодцами, с дырами между текстом и так далее. Мы же можем вручную влиять на ширину некоторых букв и таким образом подправлять, но все, что можно сделать вручную, можно спокойно настроить и использовать скрипты, менять там самые распространенные буквы. То есть, например, тебе нужны буквы чуть шире. Ты настроил, что буква О всегда на 1% шире. У тебя уже везде 36% текста стал шире. То есть он расширился просто из-за расширения одной буквы самой частой. Либо наоборот, ты самый редкий букв сделал поуже для того, чтобы у тебя последнее слово влезло в строку. То есть это технический контроль над хорошим, крепким, добротным макетом. Ты скорее не воспримешь этой разницы. Опять же, если ты возьмешь любую книгу, созданную до 1936 года, откроешь ее, она тебе не будет бесить. Там каждая буква разная. Там каждая буква, она абсолютно не такая же, как предыдущая. То есть у нее разное количество отисков, она по-разному стерлась, она выглядит по-разному, она немного по-разному вырублена. И это дает хороший, ровный, приятный набор, которого мы сейчас лишены. У нас нет сейчас хорошего, ровного набора. Да, без проблем. То есть ты к этому просто подгоняешь код, да, там совсем немного, например, на питоне, там, не знаю, строк 18 от силы вот на вскидку. И у тебя это все фактически выравнивается, высчитывается и подбираются буквы. То есть у них меняется начертание. И ты можешь это перенести в веб спокойно. А можешь в люстре спокойно добить. Кстати, очень странно, что иллюстратор и фотошоп поддерживают вариативные шрифты, а они дизайн пока еще нет. То есть программа, где в принципе это было бы сейчас вот сверх классно, нет. Но нынешний дизайнер без знания программирования, увы, не совсем хорош, скажем так. На питоне при использовании пейджбота запрограммировать себе вывод идеально ровного серебряного набора очень просто. Например, ну тут, кстати, вот очень классно, что здесь нифига не видно. То есть я не знаю, стало в виде или нет. Я уже как-то показывал примеры такой работы, но без вариативных шрифтов, когда мы насыщенность меняли. Вот в чем и минус. У меня там было всего 10 начертаний шрифта. Пекста, покажу, да, например. И в итоге у меня шаг был в 10. А здесь у меня шаг в 100. То есть в каждую единицу серого на черно-белом макете. Ну вот, то есть, да, чуть-чуть, чуть-чуть бодрее эта история. То есть это здорово. Это весело. Да, какое-то время будет страшно. Какое-то время будет трешат, да. Что-то отвалится. Хорошие ребята, я надеюсь, будут развивать историю и делать что-то классное. Да, есть сейчас очень крутые, причем даже по звуку. Нет, кириллиц почти нигде нету. А кириллиц почти нигде нету, потому что кириллическим типографам это не интересно. Вот за полгода куча инвойсов, запросов от ребят из Европы, от американцев, но не от наших русских. То есть нашим это не надо, это слишком долго, не все браузеры поддерживают, приложение пока не вогнать. Окей, Dropbox поменялся, здорово. Еще куча ребят поменялась. Куча инфоповодов, которые создаются просто вокруг историй, которые... Сейчас покажу. То есть там, например, не знаю, ребята сделали вот такую историю и веб о них говорил очень долго. То есть да, веб довольно узкоспециализированный, не спорю, но говорил. То есть это здорово, это инфоповоды, которые не стоят практически ничего. То есть это сделать очень просто. То есть закодить эту историю ни о чем. Шрифтовику посидеть и сделать вот такую заглушку тоже недолго. Это там неделя работы от силы. Ну не создание шрифта, да, какого-нибудь хорошего, который возьмет конкурсы и так далее, а создание картинки, которую можно вот здесь использовать. Неделя. И эта неделя дает тебе кучу просмотров, лайков, всплеск и так далее. То есть это вещь, которая пока еще делится. Не работает звук. Тисто, это же весело. Тисто, это же весело. Ну в целом кроме вот этого всплеска инфоповода и вот этого Laurel, и вот этого интереса узкоспециализированной общественности к вариативной типографике пока. Можно использовать техническую сторону вариативных шрифтов для создания хорошей, крепкой, добротной и здоровой типографики на макету. То есть делать, управлять ширинами шрифта букв для того, чтобы он умещался в определенные рамки колонок, да, без проблем. То есть есть проблема с переносами вебе, да, и она ужасная. То есть можно использовать этот параметр для настройки, ну для точной настройки с длиной строки и с переносами. При уменьшении кегля легко можно настраивать сейчас. А, круто. У меня из-за… Из-за того, что экран расширенный, у меня просто не показывает панель управления. То есть, допустим, мы делаем там побольше, спокойно меняем экскейт. То есть, например, сделаем его полегче. Читается нормально. При изменении кегля до какого-нибудь вот такого, чтение уже практически невозможно и можно просто чуть-чуть увеличить высоту строчных для того, чтобы сохранить читаемость. То есть поменял вручную, спокойно настроить. Есть проблема, с которой у нас, например, в студии не всегда борются. Иногда появляются логотипы, в которых есть специальные версии для темного фона и для светлого. Но буквы выглядят… Белые буквы на черном выглядят гораздо массивнее, чем черные буквы на белом. И любые части графики выглядят точно так же. Для того, чтобы это выглядело одинаково, тонкая настройка, не выбор там между медиумом и балдом, а медиум минус 2-3 единицы даст тебе абсолютно такое же по восприятию надпись. То есть это классно. И как я уже показывал, одинаковые стемы. Тюнинг контраста на экранах, где мало пикселей. Вообще история с вариативными шрифтами – это либо очень ярко, очень такой взрыв классный, эмоция. Либо это тонкий тюнинг. То есть когда ты просто подстраиваешь значение под какой-то оптимальный вид. И я надеюсь, что вариативные шрифты позволят нормально и здорово управлять радиусом искривления шрифтов и делать вот такие крутые бердеки, например. То есть когда внутреннее искривление штриха будет идеальным. Можно так делать? Как? Искривление. Почему нет? СССР. Можно. Сейчас давай знаешь, как попробуем. Да, конечно, да. Оптический размер. То есть CSS сейчас поддерживает очень широкую выкладку из параметров, ну из осей вариативных шрифтов. То есть да, это не только жирности либо вейт. Но опять же, никто не мешает на вейт либо на болт, ну то есть на конденс, накрутит свою переменную, которая будет меняться только по твоему принципу, которому ты захочешь. А внутри шрифтовик тоже будет присоединяться? Временную, а вручную, 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 вручную. Да. То есть грубо говоря, я могу как шрифтовик в переменную вейт прописать размер засечки, а ты в CSS вызовешь вейт, у тебя не будет меняться жирность, но будет меняться размер засечки. Ну, то есть если о таком говорить. А можно и свои создавать? Можно. Можно и свои создавать. Ну то есть это такое. Просто именно сейчас, вот еще в ближайшие полгода, я думаю, будут некоторые проблемы с количеством переменных, управляемые из CSS, которые будут подхватывать все браузеры. То есть если говорить о том, чтобы это всегда выглядело одинаково везде, на любых носителях, ну то есть возвращаться к теме одинаковой вариативности, то лучше использовать вот уже выделенные ячейки для этого. Сейчас попробую показать по-другому. Даже скриншот не спас. Ну ладно. Жаль. Немногие прислали примеры. Это пример от Пети Батуринцева. Спасибо ему за это. По-моему, это очень здоровское использование вариативного шрифта в интерфейсе. История на самом деле построения анимации используя тот же самый вариативный шрифт. Это вопрос о том, что вариантом для смещения вот этой точки может быть абсолютно любой. То есть в этом случае это количество этих точек. То есть они все сперва собраны в одну точку и наслаивают друг на друга. И при изменении параметра они просто перемещаются. То есть это одна и та жена. То есть это всего шесть букв. То есть это не шесть букв умноженных на много-много-много раз. То есть для программы. Не видно нифига, да? То есть это к вопросу о плавной анимации. Это вообще просто весело. То есть ограниченная область, в которую тебе необходимо вписать два каких-нибудь длинных слова, показывай их по очереди. А я потом покажу здесь, как это выглядит в коде. Он очень короткий. То есть опять же ты же можешь это сделать текстовым блоком вебе, который можно набирать пользователей. То есть конкретно выделять слово, где у него по ховер подмышкой. То есть меню сделать нормально, раздвигающимся. Опять же, да, параметром переменной может служить не только вот там насыщенность, но и, например, вот с буквой A очень классные метаброфозы происходят. То есть это класс. Да, это пример работы из иллюстратора. То есть я просто делал такой глич на все буквы. И сейчас он там проапдейченный, у него есть глич на третью строку, на четвертую строку, дополнительные бегунки, которые позволяют просто загличить отдельные строки в наборе. Да, очень-очень весело. То есть при этом эта буква сохраняется, скажем так, идеальной в каждый момент времени. То есть каждый момент времени ее контур контролируется. То есть контролируется создателем этой буквы. То есть это здорово, и этого ты лишишься, если будешь надеяться на работу строка в иллюстраторе. То есть строк не создаст такой контур никогда автоматом. Да, ну это уже видели. Это компания Андервея. Они первые сделали вот эту историю. Это было просто бомба. Ну такие анимации очень просто делают. То есть это все может быть записано в один глиф буквы S. Такая просто веселуха. Мы уже смотрели это только с другими словами. Бинт очень классный. Была недавно история очень забавная. На курсе у Паченко интерфейс приложения, управляющего напором воды, крана и температурой. И вот там чем сильнее напор, тем жирнее шрифт. И первое… То есть я видел это приложение на почти всех этапах создания. Какое-то время у него в управлении были конкретные бегунки. То есть у него не было тюнинга, у него были позиции. То есть из-за того, что у него была привязка к Сину, Лайту, Регулеру, Балду и Хэви, у него было всего там 6 возможных переключений температуры своего крана. Ну то есть это вот очень классно. У парня было такое ограничение. Потом он узнал о том, что существуют вариативные шрифты. То есть ему как бы там показали. И у него появилась возможность выбрать не конкретные пограничные значения температуры воды, а настроить воду. То есть если до этого было там 35 градусов, 40 градусов, 60 градусов, 75 градусов и никак иначе, то теперь ты можешь взять 62 градуса, 62,5 градуса. То есть он… И при этом технология не поменялась. Просто человек думал начертаниями, но не думал промежуточными состояниями между этими начертаниями. То есть это крутая эволюция приложения просто с введением нового вариативного шрифта в него. Чего по времени поставить? Почти. Отличный пример такой акцидентной типографики с использованием вариативных шрифтов. Это, наверное, вот BAT. То есть настрой как хочешь. Вот он поддерживает эту технологию fit-to-weight, которую наш проектор не захотел показать. Вот это тоже хорошая вещь. Мне очень нравится, как это работает. Сейчас еще пару ссылок каких-нибудь. Кстати, не скачал себе последний сафари. Поэтому анимация только в Chrome. Но вот настройка этой анимации не видно, да, наверное, количества кода, которые требуются. По мне это перебор с точки зрения конструкции. Не нужно. То есть опять же, да, вопрос, который я сейчас встречаю очень часто, предлагая кому бы то ни было заняться вариативностью в вебе и в приложениях, типа, ну окей, это не все браузеры поддерживают. Ок, я открыл Safari. Safari это не поддерживает. Да, ну вот предыдущая версия Safari. То есть я спокойно прочитал весь текст. Если я человек, который открыл это с помощью Chrome, как бы окей, у меня все показывается. А вот здесь не хватает контраста. Но если кто-нибудь увидит отсюда, то в зависимости от скролла экрана меняется показ строки, который тебе, то есть он как будто бы прокручивает его немного. То есть это забавно. Один, один шрифт. Вообще никаких два шрифта. То есть если не работает, то есть он тоже, да, 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 да. Да, причем сейчас есть техническая возможность сказать ему, какие начертания показывает в случае поломки. Ну типа, если ничего не сработает, покажи болт. Если все работает, показывай диапазон от 500 до 700. В зависимости от положения мышки сверху. Ну то есть вот ты можешь это сейчас все задать. Вот опять же, да, например, в Safari. Можно задать заранее, что типа, что это в Италии, что в старых раузах вы не можете показывать. Тогда я только что это говорю. То есть ты можешь сказать, ну то есть, например, вот здесь, да, переключается. То есть у меня переключается рисунок букв, ну по ховеру. Например, вот здесь это не показывает. Но то есть я просто могу сказать ему, что в случае несрабатывания, начиная не с regular, а начиная с болта. Типа и в случае несрабатывания будет показано для одного слова regular, а для другого слова bold. Просто кто-то увидит всю красоту, а кто-то ее не увидит. Да, кто-то увидит только часть, которая ему позволит увидеть его старый браузер. Либо технические ограничения формата. Ну то есть, ну как бы, ок, меняйте. То есть. Вот здесь очень странный контраст именно принятия технологии. То есть у нас почему-то все боятся, что вот не на всех браузерах откроется. То есть я не знаю, для меня это не проблема. Ну типа, ну не откроется. Чего страшного? Ну то есть вот. Почему, если не у 100%, то задача ни у кого. Последняя версия Safari поддерживает. Это вот проблема именно там 10 что-то там. То есть технически у меня. По-моему, вот этот еще. Есть еще одна. Ну кстати, вот как это здорово и живо работает вебе. Кстати, это Safari. Да, то есть просто в CodePenny он не показывает мне, не поддерживает ее. То есть это обычная надпись. Это не гифка, не свг анимация, не что бы то ни было. Есть еще одна очень классная. Классный подвид вариативной типографики, кажется, пример которой спасибо Сергею Кулинковичу. Вот такие истории. То есть это просто управление метриками как одним из параметров. В вариативных шрифтах современной CSS есть поддержка оси метрик. Продолжение следует... То есть нет предела вариативным шрифтам в использовании типографии. Ну, в примерах использования. То есть есть просто ограничения в сознании. И это ограничение говорит о том, что типа вот вариативный шрифт это болт выбрать. Ну типа я же могу и так болт выбрать. Да, но нет. Можно делать так тоже с помощью вариативных шрифтов. То есть это сделано с пользой чуть-чуть другой технологией. Но можно это запихнуть в WTF файл. То есть это же круто, когда ты в WTF файл по факту можешь запихнуть арт-директора такого. То есть чуть ли не гайдлайн. А, и кстати, при этом для людей, у которых стоит не иллюстратор CC18, в шрифте сохраняются те точки начертаний, про которые ты говоришь. То есть в любом случае наработку свою ты можешь передать другому человеку, который этим типа не воспользуется. Он воспользуется там экстраболт-италиком. Но какой-то другой дизайнер может сделать его там не таким экстра-италиком. Либо наоборот сделать его экстра-италиком в акциденции, где ему необходимо. То есть этот вот тюнинг крутой. Я очень часто повторяю слово круто сегодня. Ну... И вообще я могу, если вдруг эта история заинтересовала, есть вот такой отличный сайт Аксис Праксис. Кстати, история с вот этой... Что, она не будет менять? История с анимацией этой лошади. То есть... А, понятно. Вся вот эта плавная анимация, которая есть у меня на экране. Здесь ее нет. То есть создатель этого шрифта просто взял первую раскадровку видеопленки лошади, перерисовал сверху контур, наложил. То есть у него получилось там 7 или 8 контуров разных. С одинаковым количеством точек, естественно. И потом просто вот заморфил их в вариативном шрифте. Зациклил. И у него получилась анимация бегущей лошади, которая весит, что там, 4 килобайта, что ли. Обычно вариативные шрифты дают сжатие по размеру в пределах 88-89%. Ну, то есть, грубо говоря, у тебя шрифты на сайте весят 11% от того, что весили раньше. Конечно, живем в эпоху хорошего веба, хороших полос и так далее, но, не знаю, мне очень часто грузится страница довольно долго. То есть можно этого избегать. Этот шрифт вообще задорный. То есть вот все внимание, наверное. Ну, вот этот шрифт-циклон, по-моему, бесплатный абсолютно. То есть на Аксис-праксисе в чем момент? Сейчас, пока эта технология развивается, она почти бесплатная. Можно вот так сделать, конечно. А можно? Когда не знаешь, каким пальцем где управлять? Вот лучше на такой ноте, наверное, закончить. Ну, то есть, к сожалению, да. То есть сейчас шрифтовик должен придумать, как этот шрифт будет работать. Практика говорит, и опыт наблюдения говорит о том, что редко у шрифтовиков получается хорошо говорить о том, как это будет работать в вебе, в плакате, в книге и так далее. Это говорить должен дизайнер или типограф, но не шрифтовик. То есть сейчас важно, чтобы вот эти идеи, которые появляются, о том, какую ось, какое изменение буквы, менять овал, либо не менять. Вот видите, я перечисляю, у меня все сводится к тому, что поменять ширину, поменять овал, поменять наклон, поменять. То есть, а может быть, нет, вот глич, да, то есть вот появился глич. Это не шрифтовой параметр, к которому ты просто не доходишь ты до него. То есть поменять там вынос элементов в зависимости от наклона. Это задача дизайнера сейчас задать эти направляющие для вариативного шрифта, чтобы создавать крутые типографические работы. То есть просто выставляйте критерии, по которым необходимо строить шрифт. То есть, например, это может быть сценарий анимации. Как будет меняться, что будет происходить с текстом на полосе, ну, на странице. И там, например, я вам скажу, как это можно настроить, какие параметры можно в нем менять и над какими осями стоит поработать. То есть я за объединение дизайнеров, типографов и шрифтовиков. То есть это не должно быть три разных лагеря. Тогда ничего не будет. Давайте делать яркие, крутые, веселые вещи. Вот. Чтобы вот так, да. Safari, Chrome, Mozilla. Mozilla поддерживает? Слушай, недавно, кстати, насколько я помню, не так давно была… Статья, я сейчас, да, не буду втекать. Уже поддерживаю, да? Ну, то есть вот в чем момент. Еще полгода назад это был Chrome Canva и Safari Night Kit, или как так его называть, или Mozilla Night Kit. Полгода назад всего два специальных браузера, ты обязан был скачать откуда-то для того, чтобы это запустилось. Через полгода 68% браузеров, да, поддерживают? Еще через полгода 64. Окей, даже 63 чуть снижу планку. То есть еще через полгода это будет два браузера, которые не поддерживают. там Explore какой-нибудь древний и еще кое-что, кстати. После их еще живой, я не знаю. Ну, то есть, опять же, в чем момент? Компании, которые предложили это в разработку, это Microsoft, Apple и Adobe. Google. Спасибо, ты внимательный. Здесь... Знаешь, в чем момент? Шрифтовик думает так за это. То есть, шрифтовик думает за то, как шрифт показан в шестом кегле и как в двенадцатом кегле. На каком... Вот проблема в том, что ты думаешь о том, как это показано на каком-то эфемерном экране. То есть, пока нет API для того, чтобы получать точное понимание, на каком экране смотрит тебя человек. То есть, у него разрешение типа там 400 на 600. А 400 на 600 это на всю стену? Или это у него старый телефон просто в руке? То есть, какого расстояния он воспринимает? То есть, как только появится этот контроль для показа, без проблем. То есть, выгнать специальную версию шрифта для 600 на 60 на 40. Ну, даже пока. Ну, то есть, плотность пикселей и количество пикселей на экране. То есть, вот если бы появилась возможность контролировать это, ну, без проблем. То есть, я могу выгнать. То есть, это такая аппаратная личина, которая невозможна контролировать. То есть, вот есть телефон, например, 220, то есть, там сколько-то 200 и так далее. Ну, у нас просто сейчас нет возможности узнавать, сколько, ну, какая плотность пикселей на устройстве, на котором запускается этот браузер. Правильно? Но мне кажется, что здесь ключевое слово пока. Ну, то есть, если появится необходимость, то вкрутить это в браузер без проблем. Ну, то есть, шрифт это вкрутить тем более без проблем. То есть, как только появится запрос на то, чтобы это делать, ось, которая бы меняла шрифт в зависимости от устройства, на котором он будет показан, без проблем. То есть, я даже сегодня могу предложить там кучу решений, как это сделать. Просто сейчас это будет выглядеть так. У меня iPhone 4s, у меня iPhone 5s, у меня iPhone 6s. Ну, типа, кликни, выбери свое устройство. То есть, на таком уровне это сейчас будет работать, но это не хорошо по отношению к пользователю, он должен нажимать на кнопку. Я вот не знаю плотность пикселей на своем телефоне. То есть, если говорить о человечности, то сегодня я могу тебе выгнать 10 разных шрифтов для 10 самых распространенных устройств. Ну, это будет один вариативный шрифт с 10 параметрами разными, чтобы он одинаково показывался на разных версиях iPhone и на основных устройствах гугла. Можно. Без проблем. Проблема пока просто запросить у пользователя, на каком устройстве он будет это просматривать. Проблема сейчас только в этом. И все. Вот. Ну, а тут на самом деле все. Мы сейчас проболтали. Конечно. Расписать ту самую сценарий изменения шрифта, который тебе нужен, отдать его на задачу шрифтовикам и все. То есть, если какая-то мнение шрифта меняется, то на какой-то инфиде это же не будет? Ну, да. На решение не будет? Ну, пока нет. То есть, только спроси внутри. То есть, ты сперва должен описать, что будет меняться, и под это нарисует и все. Так как это будет меняться? Без проблем ВОФ и ВОФ-2. Да. То есть, не только ОТФ, ТТФ. То есть, ВОФ живутся. То есть, очень круто. Просто полгода назад ничего не поддерживало. То есть, необходимо было специальные апплеты настраивать, для того, чтобы это подключалось там какими-то аккумуляторами, скольными путями. То есть, сегодня уже это есть. То есть, еще полгода это… Ну, вообще, а как мы этим раньше не пользовались? То есть, пока просто нужно этим, ну, включаться в это, чтобы потом не догонять еще пять лет весь рынок. Я. Потому что кириллица никому это не интересно. Без проблем. Вообще, начинать в этом плане, ну, если лично нам, стоит с того, чтобы брать то, что у нас есть, и выстраивать это. Ну, то есть, то же самое Артемиус. Можно взять член-нибудь пирт, какие-то шрифты, санкции? Нарушение авторского права. А вот так? В смысле, опять так. А вот и санкции, по шрифтам? Есть шрифты, которыми ты можешь пользоваться, есть лицензии, по которым ты можешь изменять контур. То есть, это две разные лицензии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...